Всем привет! Это программа НХЛ Сегодня. Я Владимир Дегтярев. Ну и давайте поговорим о том, что сегодня ночью произошло в Национальной хоккейной лиге. Начнем, наверное, с травмы Михаила Сергачева. Помните вы вчерашний эпизод. А если кто просмотрел, зайдите у нас обязательно в нашем паблике, в Телеграм-канале. Обязательно посмотрите НХЛ Онлайн.ру. Там вы увидите. А в итоге Михаилу уже в Нью-Йорке была проведена операция. Совсем скоро он отправится домой в Тампу. У него перелом малой берцовой кости и большой берцовой кости. Так что действительно травма тяжелая. Насколько этот процесс восстановления будет долгим. А наверняка, конечно же, он будет долгим. Травма очень тяжелая. Но мы, конечно же, пожелаем Михаилу скорейшего возвращения. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй в Национальную хоккейную лигу. Миша, все мы тебя поддержим. И скорейшего тебе выздоровления, восстановления и всего самого наилучшего. Мы ждем тебя. Ну а теперь поехали и поговорим о том, что же произошло ночью в Национальной хоккейной лиге. Итак, два лидера. Восток против Запада. Бостон против Ванкувера. Уже к первой минуте второго периода счет в этой встрече был 4-0 в пользу команды Бостон Брюинс. Как-то у Ванкувера сразу не заладилось. Причем во втором периоде Бостон буквально в течение 15 минут забросил... 15 секунд, прошу прощения, забросил две. Шайбы счет стал 4-0. Ну и по сути на этом все закончилось. Я бы еще, знаете, здесь отметил то, что дважды в этом матче Бостон забрасывал шайбы, находясь в меньшинстве. Ну вот такое периодически случается. Ну и Линус Ульмарк, который в этом сезоне отыграл впервые на ноль. И вот вам, пожалуйста, отразил не так много. И тем не менее, 17 бросков Линус Ульмарк отразил. Записал на свой счет Сухарь. Ну а Бостон одержал победу. И Бостон в этом матче был абсолютно хорош. Знаете, команда вышла играть именно вот в такой где-то отчасти хоккей, который мы увидим в плей-офф. Да, он где-то не такой зрелищный, но тем не менее он дающий результат. То есть здесь именно все было направлено на то, чтобы получить и добиться вот для себя нужного правильного результата. Ну то есть победу. Еще одна встреча, в которой встречались Каролина и Колорадо. Еще одни возможные участники финала розыгрыша Кубка Стэнли. А почему нет? В этом матче достаточно интересно складывались события. Мартин Нечес оформил хет-рик. В первом периоде три подряд заброшенные шайбы. Натуральный хет-рик от Мартина Нечеса. Нечеса 3-0, но в самой концовке команда Нью-Йорк, точнее команда Колорадо Эвеланш забрасывает две шайбы подряд с разницей в 5 секунд. Сначала забросил свою первую шайбу за команду Колорадо Эвеланш. Зак Париза, ну а через 5 секунд Самуэль Жерар практически с центра поля, находясь там на красной линии, бросает Петр Кочетков. Ну не знаю уж, зевнул, не зевнул, в общем как-то не подготовился. Кочетков пропустил он эту шайбу, после чего последовала замена на антираунду. Но в третьем периоде вновь в воротах появился Петр Кочетков, отразил все броски и таким образом все-таки помог Каролине одержать победу. Ну и действительно Каролина очень здорово сыграла Тейву Теравяйнин, 4 результативные передачи. Ну а Райанта получил травму, не знаю, насколько она уж там серьезная, посмотрим. Тампо Бэйлайтинг проигрывает второй матч подряд. Проиграли они на этот раз команде Нью-Йорк Айлендерс и проиграли, я бы сказал, с треском 2-6. Здесь бы я отметил достаточно хорошую игру Ильи Сорокина. Никита Кучеров, кстати, забросил шайбу, но это никоим образом Тампе не помогло победить в этой встрече. Калгари побеждает в гостях Нью-Джерси. Андрей Кузьменко забрасывает свою вторую шайбу за команду Калгари Флеймс. В общем, пока мы видим, Кузьменко действует достаточно хорошо и обмен, ну по крайней мере, опять же, судить мы об этом сейчас не будем. Подведем итоги, конечно же, там по окончании, может быть, пары трех недель, ну а лучше всего по окончании регулярного чемпионата. В общем, Андрей Кузьменко вновь забросил и таким образом Калгари, кстати, одержали еще одну победу, обыграв команду Нью-Джерси Дэвилс со счетом 5-3. Ну а теперь немножечко по новостям пробежимся. Команда Эдмонта Нойлерс интересуется Владимиром Тарасенко. Причем интерес такой достаточно предметный. Правда, пока непонятно, кого могут отдать Эдмонта Нойлерс. Идет разговор о том, что это первый раунд драфта 2024 года. Им Оиллерс готовы пожертвовать. Ну и Кен Холланд, генеральный менеджер команды Эдмонта Нойлерс, разоткровенничался и сказал, что Слушайте, парни, я не знаю, что мне делать с моей вратарской линией. То ли оставлять Пикара, то ли его попробовать там как-то обменять, то ли вернуть Кэмпбелла из фармоклуба и дать ему еще один шанс. Но где гарантии, что все получится и в плей-офф ничего не произойдет. В общем, сейчас Кен Холланд, я бы сказал, так на распутье находится. Ну а, собственно, мы за этим всем с вами будем следить. Хотя, вы знаете, если сейчас еще пара обменов произойдет, то дедлайн, на мой взгляд, будет одним из самых неинтересных в это 8 марта. Да, именно 8 марта дедлайн состоится. В общем, ждем, ждем. И, я думаю, еще пара интересных обменов нас с вами обязательно будет ждать. Так что за всем внимательно следим. Всем пока! Это была программа НХЛ сегодня. Владимир Дегтярев. И встретимся, как всегда, на хоккее. Пока!